А в этой серии нас поддержала бесплатная культовая онлайн-игра World of Tanks, покорившая уже более 180 миллионов игроков по всему миру. Это более 500 бронированных машин середины 20 века, от крупнейших танкостроительных держав. Каждая модель воссоздана до мельчайших деталей. В ваших руках окажутся лучшие танки эпохи, от легендарных Т-34 и ИС, сковавших победу Красной Армии, до безумных идей гениев инженерной мысли, так и не добравшихся до конвейерной ленты. Это несколько десятков уникальных боевых локаций, гарантирующих тактическое разнообразие геймплея. Множество игровых режимов. Играйте соло или в обводе с друзьями, сражайтесь за звание лучшего танкиста или создайте собственный клан для борьбы на глобальной карте. Каждому найдется режим по душе. Совсем недавно вышло глобальное обновление игры 1.0. Улучшенные карты, новый графический движок, а также новая музыка с пражским симфоническим оркестром. В игру вдохнули буквально новую жизнь без новых требований к железу. А по ссылочке в описании под этим видео новички смогут получить приятный бонус. 3 дня премиум аккаунта для быстрой стартовой прокачки. Также 400 тысяч серебра и танк Тетрар, который всегда поможет заработать дополнительные кредиты. Проходите по ссылочке в описании, погружайтесь в мир танковых баталий и играйте World of Tanks. Короче, на этом дворе бежит куча всякой всячины. Именно на этих задворках мы нашли Володьку, который оказался живым трактором. На самом деле, если приглядеться, чего тут только нет. Здесь и карбюраторы, и головки блока, и колеса. В контейнере в этом еще нереальное количество разных колес на разные машины. Здесь есть мотоцикл трехколесный, Тулы переделанные. Здесь есть несколько кузовов, кстати, от джипов. Это близко к нашей тематике. И, короче, я прикинул и посоветовался с Димоном. Сказал, Димон, блин, какого фига? Нам сейчас идти покупать какую-то тачку под проекты, тратить деньги. Времена тяжелые сейчас в России. Не так это просто. Давай-ка проверим вообще свои навыки, что мы можем в свои тагадки покрутить, повертеть, что-то мозгами, знаете, подсобрать с одного места, с другого. Вот. И давайте посмотрим, что тут есть вообще. Здесь у нас яма импровизированная, но на ней мы умудрялись обслуживать даже X5. Кому не хватало внешки на Ниве, будет вам внешка. Фельхозрезина на дисках, на разварочках. Разболтовка 5х139,7 подойдет на Ниву, на УАЗовские мосты. Огонь. Обломанная крышка переднего редуктора от Шнива. Головка блока от Шнива. Здесь у нас стоит баги. Куча всякого говна. Подрамник. Ковш спортивный. Берем от пружины чего угодно. Съемники, несъемники. Цикл Тула, переделанный в трехколесный. Это вообще неведомая дичь. Кстати, алюминиевая. Довольно легкая. Кулаки. Не а трактор? Это хаммеры. Это хаммеровские кулаки. А то и с этой стороны как оно выглядит. Бля, чего-то вообще не понимаю. Злая тема, пацаны, даже не поднять. Кузов. Пластиковый. На металлическом каркасе, который, собственно, облицован пластиком. Все остальное УАЗовское. Мосты военные. Как я знаю, когда-то они были новыми и долго здесь стоят уже вросли в землю. Можно пользоваться. Дальше идем. Пацаны, здесь вообще рай. Рай их любителя. Еще одно усиление Ниссана. Амортизаторы. Такие, сякие. Фары. Огнетушители. Рулевая колонка. Раздавка от Нилы. Пружины. Стартеры. Фигартеры. Амортизаторы. Пацаны. Ну, можно же собрать, согласитесь. Были бы руки, по идее. Колеса, смотрите. Точно такие колеса стоят на комбате. Дисков херова туча. Колес херова туча. Главное, пацаны, вообще с чего мы решили начать. Это вот этот пепелац. Который стоит 15 лет и который относительно комплект. Вот. Это копия. Но это точно такая же машина, о которой я сегодня рассказал. Только здесь колхозные мосты. Здесь лазовская начинка. Ну, что-то, естественно, не хватает. Но более-менее это, по крайней мере, похоже на машину. Это можно восстановить. Попробовать. Главное, знаете, здесь змея, чтобы никакая не поселилась. Или еще кто. Стремно же. Здесь машина веселая, прошлая. Было, было, да. Мы отдыхали. Смотрите. Да? Какая малышка. Салон от Волги. Коврики натуральные. Из-за мха. Смотри, какая широкая, какое у нее расстояние между сиденьями. Ну-ка, дай-ка я сюда. Уже вляпался туда. Волга. Сколько в ней не сидели, лучше не скажешь? В ней не сидели, я так полагаю, что... Все, закисло. Лет 15. Лет 15, по моим ощущениям, потому что катались мы на ней в последний раз, когда еще были школьниками. Вот. Ездила машина вроде как более-менее. Мы что-то там где-то накрутили с карбюратором, еще с чем-то. И она так встала. Мы же безрукие. И мы, собственно, с этого момента, с того момента ничего не поменялось. Но будем брать нахрапом. Как назовем? У меня есть два варианта. Либо гоблин, так мы ее называли всегда в народе. Либо русский раптор. Русский раптор, реально. Ну а что, вид имеет, смотри какой он. Если уазик с такой же платформой смотрится кульсом каким-то неуверенным, знаете, вот такая вот минимализм какой-то военный, то здесь формы. Смотри, бах, арки такие здоровые, бах, широкие дуги, колеса. Смотри, вот этот наплыв на капоте. Открываем. Так. Нет, это проще не так. Вот так стоять, смотри. Вот так, пацаны. Ремонтопригодность level 80. Подставкой работаешь? Подставкой, надставкой. И я вижу, что у нас не хватает надставки вот здесь, которая называется карбюратор. Кстати говоря, изначально эту машину конструировал Димон и отец, опять-таки. Она стоит, можно сказать, в одном ряду с комбатом, с лаурой. Короче, историческую ценность данный аппарат русский раптор тоже имеет. Сейчас заводим самый мощный тягач в хозяйстве. Кошак. Ты чего, Кошак? Мы тебя сейчас переедем. Что, ушла? Самый пониженный отключил, пацаны. А я состав за собой потащу в легкую. Кошак, ты так и хочешь под колесо. Димон, если я вместе с русским раптором потащу баню, кричи. Комбат буксует. Комбат буксует. А у меня колеса не крутятся. Нет, ты не дергай. Слушай, надо колеса качать на них, это не пойдет-то. Ладно. Тягач-то что-то подкачал. Подкачал? Подкачал тягач. Нас двинул много. Не, много. У него колесо не крутится. Пошел процесс. 15 лет колесо никто не качал. Балтика-троечка. Причем исключительно. Кто-то любил троечку. С нее ночевал, с моего знакомства с алкоголем. В старших классах. Да я показал, даже не в старших. В средних. Тебе не Нила. Это газ. Газ, так. Садись внутрь тогда. Рули. Хорошо, хватит. У нас когда-нибудь была машина с такой внешней. Понимаете, неординарная. Эксклюзивная. И в то же время с отголосками, знаете, вот этих времен. Ну, не советских, но вот эта вот перестройка, вот это вот все. Привет из 90. Ну, красивая машина. Я же говорю, русские рапторы. Вот эти формы, все завораживает. Оп, 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 оп. Оп, пацаны, новый проект из говна и палок. Вот говно, там же палки. Все нормально, все по плану. Так, что тут у нас? Бутылка Pepsi из прошлого. Нормально, год посмотри. Сейчас посмотрим год. 2004. 2004, а сейчас 18, 14 лет назад. Ну, пацаны, все бьется. Не просто так мы все это вынули. Надо обозначить, понимаете, какую-то цель и к ней идти. Что я придумал? Обозначим, значит, следующие водные данные. 30 тысяч рублей на восстановление и точка, куда нам надо добраться. Пусть это будет в Карелии где-нибудь. Допустим, водопад. Карельский водопад, почему бы и нет? Это отсюда 300 километров. Все бьется. 30 тысяч рублей, 300 километров и три ролика. На третий ролик мы должны оказаться у водопада. А дальше, что будет, то будет. Идет? Я думаю, что нормальная. Нормальная задумка. Вот он, красавчик. Представляете, вот он стоит с работающим мотором, весь исправный. Сзади 8 машин на подстраховке на фоне водопада. Нет, поедем в одну машину, чисто как два альфа-самца. Попытка провернуть мотор. Так, открутили шкив. Открутилось, кстати говоря, все на удивление. Быстро и понятно. Пробуем провернуть мотор. Ну, что у нас там? Ты гайку затягиваешь? Гайку затягиваю. Да. Не. Не, короче, походу все моторы. Обзар. Ну, пацаны, я не знаю, радоваться нам или нет. Я на самом деле в душе радуюсь. Потому что, ну, кто его знает. Даже если бы он сейчас провернулся. Сколько тут всего. А где мы мотор возьмем? Очень просто. У пацанов, к которым я сегодня все видео обращаюсь. Вот точно такой мотор. Я думаю, что это 402-й мотор. Пишите в комментариях, пишите в личку, в инстаграм, куда угодно. Короче, ищем мотор, пацаны. Но имейте в виду, у нас бюджет на все 30 тысяч рублей. Это на все, не на мотор. Ну да, то есть мы готовы его купить, сюда привезти. Дальше уже, ну, своими руками все будем делать, все это перебирать. Ну, деваться некуда. У нас, значит, почти весь наш бюджет съест мотор. Сейчас, что делаем, надо бы расклинить колеса, потому что, ну, как вы видели, когда я тянул комбатом, ни одно из колес не крутилось. Закислили барабаны, снимаем колеса, херачим, что из силы, и снимаем мотор. Здесь растет какая-то трава. Трава тут вон-то. Трава растет. И от страха напевает страшные слова. Дела есть у нас. А мы трудный час. Мы волшебное. Косим колесо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Волшебное. Косим колесо. Открутили. Может постучать тендер. Да, вынешь ты его так отсюда. Слышь, братан,eeeeee. Вообще молоток. Ты че-то, по-моему, не в курсе с кем связался. Две гайки, две шпильки мы уже свернули. Надо свернуть третью, но с особым извращением Поэтому приступаем Слушайте, другое дело Могли и сохранить все Долбики Криворукие Короче, смотрим Аргумент цивильный У нас ситуация Не получается разобрать тормоза Не получается скинуть барабан Поэтому Мы накинули колесо обратно И имеем то, что имеем Вот Есть такое ноу-хау Ну как ноу-хау, мы еще не знаем, будет оно работать или нет Но вообще машина так заводит Нам надо ее не заводить Надо расклинить колесо Так, уже второй раз за день Мы прибегаем к помощи буксира На этот раз это гелик Большую широкую ленту мы заменили на кевлар И пробуем Не, Игорь, все, сорвали Вот и все Наступил новый день Мы сорвали еще два колеса Сейчас Соответственно Русский раптор приобрел возможность Быть отбуксированным Сейчас гелик подцепит его Мы пару кружков здесь на местности сделаем Чтобы до конца раскрутить Что называется Все эти колеса И закатываем уже На экзекуцию Тот цвет, которым она когда-то была Красный Тачка с историей, пацаны Мы что узнали? Мы узнали, что на этой машине ездили какие-то китайцы-японцы А самое главное На ней передвигался Собчак И к этой тачке номера у нас есть ООС, по-моему Короче, какая-то мэрия, губернирия Все серьезно Они вроде как остались Документы на эту машину есть Пацаны, на водопад поедем с почестями Первое, наверное, снимем радиацию Потом будем всю навеску отсоединять Открутим подушки двигателя И надо будет лезть под низ Откручивать карданы Мы уже подкатную тележку принесли Вот она лежит О, блин, он тяжелый-то 1987 год Год моего рождения 1987 года Так, что тут у тебя происходит? У меня есть фонарик, который держит под мышкой Отлично Это уже, да, как минимум Стоит того, чтобы заснять Так И Вот такое вот устройство Незамысловатое Называется Кардан Да, со всеми возможными люфтами Что, люфтит? Да, конечно, везде Остались, короче, опоры Опоры Раздатки Которые прям Не победить Подходит к концу уже второй рабочий день Как и ожидалось Никаких наглядных результатов У нас нет Но по факту все идет Совсем неплохо Все самые напряжные гайки Весь самый напряжный крепеж Мы открутили Сейчас уже в легких сумерках Димон откручивает Какую-то последнюю растяжку Которую он там нашел И в принципе Завтра уже ничего не мешает Нам заменить на гусе колеса На усиленные Подогнать его под наш русский раптор И постараться уже вытащить мотор Сразу же в сборе с коробкой С раздаткой И это будет большой шаг В нашем Бомж-проекте Большой шаг В сторону водопада Так, друзья Наступил новый день Мы уже близки к тому Чтобы снять Дохлый старый мотор Хочу показать Какие здесь ремни Я такие ремни уже сто лет не видел Без этих реверсивных натяжителей Это же вообще Такое ремни Опасные ремни Опасные безопасные ремни Они такие как бы не очень Это что за овчина Какая-то овчина На этом на скотче как ты Ввидок у овчины уже конечно не очень Я считаю Это наш долг Потом поставить ее на место Точно так же зашить Смотрите Какая-то Из детской игрушки Какой-то сделан Похоже на то же Так Вот так вот Интересно Интересно Познать конструкцию Уазовскую Пусть даже в другом теле Но она все равно же Все уазовская 402 мотор Я так понимаю Что это классика Упана Ну я тебе хочу сказать На самом деле удобно В принципе все кишкой вынулось Стоп 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 С привлечением третьего лица Мы смогли достать И мотор И коробку И раздатку Вообще Все хорошо Практически вылетело Как из прачи Но Вы знаете Конечно Идем мы немножко В разрез И с тем Обещанием С той С той концепцией Которую я обозначил В начале То есть Из говна и палок Максимально Восстанавливаем То что есть Давайте Давайте вскроем Мотор Мы хотя бы Скинем голову Посмотрим В каком состоянии Может быть И нам придется Сейчас обратно ставить Кто знает Давайте посмотрим А ну понятно Все пацаны Значит По крайней мере В этом моменте Мы не ошиблись Работу проделали Немало Хоть может быть Это не очень зрелищно Да На самом деле Три дня Неполных у нас На это ушло Понятно Что криворукие Понятно Что именно Ты сделаешь Это все До обеда Но мы идем Своим путем Пилим видосики Этот формат У нас знаете Попроще получается Но гулпошечка С микрофоном Со звуком Кстати будем Что-то решать В ближайшее время Потому что Прекрасно Ну вижу ваши комментарии Понимаю Что со звуком Не дотягиваем В принципе Вот как я и сказал Осталось Две серии У нас пацаны Две серии Вторая серия У нас техническая Мы уже Впихиваем мотор Где-то коммуникации Подключаем И чтобы в третьей серии Уже маленькие доводки Я уже Я говорю Я уже представляю Этот зеленый пикап Музыка из сумерек Петляющая дорожка Справа ладога Слева скалы Мое Романтическое выражение Лица наверное Все таки И вот это вот Предвкушение Водопада Водопада Нехарактерного Для нашего региона Но мы туда поедем Мы должны добраться На этой машине Иначе Грош нам цена Как автомеханика Ну на самом деле Так и есть Но мы все равно Попробуем доехать Короче спасибо За просмотр И увидимся Уже в серии С Володькой Именно За него Мы собираемся Браться Буквально Вот я сейчас Монтирую эту серию И сразу же За Володьку Скорее всего Будем варить каркас Варить я опять-таки Не умею Буду учиться И но об этом Уже в следующей серии Все Увидимся в нить Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok